Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 23 июля, и свои именины отмечают христиане, нареченные в честь святых. Леонтия, Даниила, Александра, Антония, Петра, Стефана, Георгия, Нестора, Силуана, Парфения. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники. Я желаю вам помощи Божией в ваших добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь отмечает память преподобного Антония Киевопечерского чудотворца. Преподобный Антоний Киевопечерский родился в 983 году, недалеко от Чернигово, в местечке Любича. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвязаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании. Так что все монахи радовались, глядя на его святую праведную жизнь. Прозирая в Антонии великом будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав, «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратясь в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы, от тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык, нагав на Афоне. По усмотрению Божию, на одном из холмов Киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавший любимый Афон, в лесу, близ села Берестова, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом, впоследствии святой митрополит Киевский. Он стал подвязаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались и навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского служения, монашеского подвига. Святой Антоний, стремившихся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келья для иноков. Святой Антоний, подставив над братья игуменом Блаженного Варлаама, сам удалился из обители и выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались ближние и дальние пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Дмитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония из общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и кельи, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Видя рассказ об этом, летописец отмечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами, их пощением и неустанным гдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им Великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, «Куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря». Получив от Матери Божией благозолото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые по повелению Царицы Небесной пошли в русскую землю для построения храма при Печерской обители. При этом явление Матери Божия подсказало близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония по Божию смотрению остаются сокрытыми. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok